Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Никита, Вика, у нас с вами сегодня финал, а это значит, знаете что? Что через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем на этот раз в стране безопасности. Вам интересно узнать, кто? Да. Мне тоже очень интересно. Сегодня вас ждут ребята очень нелегкие испытания. Но я думаю, что вы с ними справитесь, потому что за предыдущие три дня вы показали себя, как очень сильные соперники, Никита, и практически равные бойцы. Вас разделяет, ребята, всего лишь одна фишка. Итак, все предыдущие дни мы с вами изучали правила безопасного поведения в различных ситуациях. Мы узнали о том, чем опасны металлические предметы зимой. Выяснили, что собаки не так безобидны, как нам хотелось бы, особенно бездомны и особенно зимой. Также узнали, что очень опасными могут быть бытовая химия и различные неизвестные предметы и жидкости. Ну что ж, новая тема тоже будет сегодня, но об этом чуть позже. А сейчас время первого конкурса. Снова будут загадки. Отгадки, ребята, уже есть на ваших стендах, но обратите внимание. Это буквы, они расположены в разнобой, вам нужно выстроить их в нужном порядке. Я буду вам подсказывать, в какой строчке искать отгадку на каждую загадку. И вам только в нужном порядке нужно выстроить буквы. За правильный ответ, ребята, вы получите четыре фишки, а за правильный и быстрый еще две. То есть за одну правильно разгаданную загадку и быстро разгаданную вы можете получить шесть фишек. Это очень большая ставка, это очень дорого, поэтому старайтесь, чтобы все-таки победитель у нас определился в итоге. Идите к своим стендам. Полено в топке полыхает, и звезды эти в нас бросает. Одна горящая частица пожаром может обратиться. Итак, вот и Вика готова. Хорошо. Ребята, это действительно у нас что? Вы правильно составили слово. Итак, Никита, ты у нас зарабатываешь шесть фишек за правильный и быстрый ответ. Здесь, по-моему, пять, да? А это шестая. Вика, а тебе кладут четыре за правильный ответ. Четыре. Следующая загадка, Никита. Поворачиваемся ко мне и слушаем внимательно. Я мохнатый, я кудлатый, я зимой над каждой хатой, над пожаром и заводом, над костром и пароходом, но нигде-нигде меня не бывает без огня. Первое правильно вы уже видите. Хорошо. Теперь вы меняете с ролями. Шесть фишек я даю. Нике и тебе четыре, Никитка. Четыре. И еще одна, ребята, последняя загадка. Могу я кротким быть порой, ваш дом согрею я зимой, но коль со мной играть возьмутся, могу пожаром обернуться. Оставшаяся строчка. Молодец. Хорошо, ребята, присаживайтесь. Это что у нас? Огонь. Огонь. Правильно. И что, ты ручку тянешь? Сколько фишек ты заработала? Шесть. Шесть. Правильно. А ты четыре. Совершенно верно. Итак, здесь пять. Такое количество огромное фишек. А тебе четыре, Вика. Хорошо. Молодцы, ребята. А сейчас время нашей последней встречи с экспертом по безопасности Марии Александровной. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Я очень рада нашей новой встрече. Ребята, мы с вами уже не раз говорили о действиях в различных местах возникновения пожара. В квартире, автомобиле или на улице. А сегодня мы поговорим о том, как себя вести, если пожар произошел в гараже. Ребята, как вы думаете, в чем опасность возгорания в таком помещении? Что, если эта машина стоит, может машина взорвается? Ребята, гараж предназначен для стоянки, а иногда и ремонта автомобилей. Нередко в гараже хранят топливо или другие горюче-смазочные вещества. Как вы уже знаете, они являются взрыво- и пожароопасными. Именно по этой причине, если вы увидели, что горит гараж, очень важно отойти от места возгорания на безопасное расстояние и как можно быстрее сообщить о пожаре взрослым. Если поблизости их не оказалось, но у вас с собой есть телефон, немедленно вызывайте спасателей по телефону 101 или 112. Будьте готовы сообщить диспетчеру адрес места пожара и телефон, с которого вы звоните. Не кладите трубку, пока диспетчер не скажет, что разговор можно закончить. А наша встреча подходит к концу. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы! Ребята, это еще не все испытания на сегодня. Впереди самый последний финальный конкурс, который и поставит точку в нашей игре, и определит победителя. Мы сейчас проверим, насколько вы внимательны, ребята, были на протяжении всех четырех игровых дней. Потому что сейчас будут вопросы с первого, со второго, с третьего и сегодняшнего игрового дня. И вам необходимо будет на них ответить. Каждый правильный ответ стоит три фишки. Если соперник вас будет дополнять, то одна фишка перейдет в его копилку. Кто хочет первым начать отвечать на вопросы? Первой была Вика, поэтому дадим ей возможность ответить. Да, Никит? Да. Хорошо. Вика, первый вопрос по теме нашего первого соревновательного дня. Скажи, пожалуйста, что делать, если прилип на морозе к металлическому предмету? Надо полить горячей водой. Теплой, чтобы горячей можно. Или... Позвать взрослых. Первый вопрос, первый ответ. Никита помогал, поэтому я думаю, справедливо будет тебе, Вика, две фишки и одну Никите. Согласна? Да. Хорошо. Держи, Никита. Второй вопрос твой. Держи, со второго соревновательного дня, скажи нам, пожалуйста, как вести себя при встрече с бродячей собакой? Не смотреть на собаку. Ну, прям не смотреть, это особо не спасет. Или позвать взрослых. Нет. Что нужно делать? Самое верное действие, вот, если вдруг встретилась собака. Залезть на высоту. Нет. Ну что, попробуем дать возможность Вике ответить. А ты думай, может, еще что-то. Или сам будешь отвечать. Вика, начинай ты пробовать отвечать. Что нужно делать при встрече? Надо отойти от нее в сторону подальше. Нет, ребята, не так правильно. Первое самое правило, это наоборот, не двигаться, не убегать ни в коем случае. Что еще нельзя делать? Паниковать можно? Нет. Нельзя паниковать. Мне нельзя кидать камнями и ветками. Правильно, нельзя ни в коем случае дразнить. А что нужно лучше, постоять и подождать чего? Пока она пройдет. Пока она уйдет. Итак, совместными усилиями ответили на вопрос, поэтому каждому из нас по одной фишке. Мне и вам по одной. Следующий вопрос с твой Виком. Скажи, пожалуйста, что такое бытовая химия и в чем ее опасность? Если она прикоснется к рукам, то человек может ожог. Ожог может получиться. Что еще? В чем еще опасность бытовой химии? Если вдруг внутрь организма попадает бытовая химия, что происходит? Чужик может умереть. Самый летальный вы уже предсказываете исход. Ребята, можно отравиться и получить ожоги внутренних органов. Это очень серьезно. Ни в коем случае, если вы дома, вы уже так подросли, вы уже вряд ли так сделаете, но маленькие детки могут найти и пить, и разливать эту жидкость. Ни в коем случае этого делать нельзя. С совместными усилиями снова мы ответили на этот вопрос, поэтому делимся по-братски. Согласны? Держите. Финалисты. Последний вопрос. Никита, твой из сегодняшнего соревновательного дня. Скажи, как действовать, если ты увидел, что в гараже пожар? Если есть телефон, надо позвонить. Либо 101, либо 112. Правильно. Это в какую службу мы звоним? Спасателей. В МЧС мы звоним. Правильно. Ещё. Либо позвать взрослых. Правильно. Можно ли находиться близко возле такого вот угоря? Подальше нужно отойти, правда? Хорошо. Или выйти из гаража. Правильно. Совершенно верно. Всё вспомнил. Молодец. Что и отойти нужно и взрослых позвать, и позвонить. Молодец, Никитка. Три фишки заработал. Вопросов у меня больше нету, ребята. И конкурсы все закончились. А это значит что? Считать. Что надо считать фишки. Считайте. Итак, ребята, прежде чем объявить победителя на этот раз в стране безопасности, я хочу сказать, что вы вдвоём победили. Вы очень талантливые, очень умные дети, очень много всего знаете. А сейчас, после наших передач, тем более, я думаю, о безопасности вы знаете больше. И это самое главное. Ваша безопасность, ребята, и тех людей, которые вас окружают, ваших родных и близких. Но, тем не менее, у нас есть победитель. Как вы думаете, кто победил? Есть предположение? Да. Ты прав. Ты победил? Ты занял первое место. У тебя 60 фишек. Виквика, ты занимаешь почётное второе место в очень упорной борьбе. У тебя чуть-чуть совсем меньше, чем у Никиты, на три фишки. У тебя 57. Я поздравляю тебя со вторым местом, а Никитку с первым. И хочу подарить вам подарки, которые вы заработали. Поздравляю. А это для Никитки. Ребята, я вас поздравляю и желаю вам успехов. А встречи жду с новыми участниками. Место встречи остаётся прежним. Это ваша страна безопасности. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова